Помощник президента по Могилевской области Михаил Руссый общался с бобруйчанами больше пяти часов. Вопросы горожан охватили все сферы жизни общества. Львиную долю из наболевшего заняли проблемы в работе системы ЖКХ. Несколько человек затронули юридические моменты получения льгот, начисления социальных пособий и пенсий. Я одна из тех счастливых, которая попала под новый пенсионный закон 2015 года. Елена Ковалькова 35 лет работала в системе образования. Причем до распада СССР на территории Российской Федерации. Выйдя на заслуженный отдых, получила пенсию сразу в 210 рублей. Теперь это 331 рубль. Признается, мало, а на работу брать не хотят. Возраст. Проблемы на месте решаются специалистами центра занятости. У вас должно о людях заботиться. Давайте вот посмотрим 2-3 места и мне доложите. Хорошо. Она же не просит сверхъестественные. Михаил Иванович, а если прибавить пенсии в 120? Я же не могу прибавить. Это я с законом. Ветеран Великой Отечественной Семен Серебренников пришел на прием не с личной болью. Бобрученин обеспокоен судьбой бывшего дома офицеров. По его информации, здание хотят продать. Но Михаил Русс и заверил, такого не случится. С 19 апреля строение в составе центра технического творчества. Спасибо вам. А тут не переживайте. Если начнут шалить, звоните. Денис Прищепа выступил за открытие высшего учебного заведения в Бобруйске и утверждение себя в качестве ректора. Помощник президента предложил другой вариант решения этого вопроса. Мне надо такой специалист. Мы вам готовы предложить в Могилевской области возглавить колледжи. Какой? Сельхоз, других. У нас трех направлений есть. Вы подготовленный специалист для этого. Я пока учусь еще в аспирантуре. Да, в аспирантуре учусь. Ничего не мешает. Спасибо за предложение. Большинство проблем удалось решить во время общения. Остальные Михаил Русс взял под личный контроль и дал указания соответствующим специалистам отчитаться в ближайшие дни о выполнении поручений. Практика подобных приемов продолжится. Ведь это хорошая возможность увидеть со стороны работу местной власти. Ангелина Дикон, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.